Но в то же время не стоит забывать, что это за выставка такая, а в частности Tokyo Game Show, то есть это японская игровая выставка, и вполне возможно, что Konami будут отчитываться перед местной аудиторией игры, расскажут про какие-нибудь местные ивенты для игры и тому подобное, в то время как остальной комьюнити игры просто будет наблюдать за всем этим, и как итог, толком-то ничего не получит, ни информации, ни будущего контента в игре. Итак, прошедшее воскресенье показало, насколько сильно мы все с вами ошибались. Ошибались мы, контент-мейкеры, которые сообщали вам не совсем достоверные новости, ошибались вы, подписчики, которые доверились всем нам, и Konami по итогу ничего так и не рассказали на игровой выставке Tokyo Game Show. Такой вариант был вполне ожидаемым, но после некоторой информации, после некоторых мини-анонсов, все-таки было немножко иное мнение, но и оно не оправдалось. И по горячим следам предлагаю это вкратце обсудить, и заодно в лишний раз напомнить Konami о том, что их продукт сырой, и с этим нужно что-то делать. Как говорится, куй железо пока горячо. Я рад вас приветствовать на канале Реалистик Пес, не забывайте про лайки и комментарии, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, ну а мы начинаем. Вы никогда не задумывались, что будет, если объединить Пес или FIFA вместе с Футбол Менеджер? Ответ прост, получится игра Футбол Тим. Футбол Тим это браузерный менеджер, в котором вы принимаете участие не только в качестве игрока, но и менеджера. Прокачивайте и развивайте своего футболиста, и чем выше ваш уровень, тем больше возможностей у вас появляется. От простого игрока до менеджера своей собственной команды. Заходите в игру каждый день и получайте соответствующие бонусы от разработчиков. А если вы начнете играть по моей ссылке, то вы получите стартовый бонус в размере 600 единиц энергии и 500 тысяч евро на свой игровой счет. Быстрая и отзывчивая регистрация лишь поможет вам быстрее начать игру. Футбол Тим. Ссылка в описании. Сомнения начали закрадываться еще с самого утра в воскресенье, когда проснувшись, я лично не обнаружил никаких новостей. И проверяя нашу группу вконтакте или мой телеграм-канал, вы также не обнаружили никаких новостей по ефутбол. Уже тогда начали закрадываться некоторые сомнения, но все-таки мы все с вами решили, что давайте еще подождем немножко, может быть что-нибудь да появится. И уже после середины дня все-таки появилась информация о том, что же Konami продемонстрировали на этой игровой выставке. Как я и говорил в одном из роликов, а продемонстрировали они какой-то местный контент на локальную аудиторию. То есть вместо того, чтобы объявить новую дорожную карту, рассказать о режимах, рассказать о будущем контенте в преддверии того же чемпионата мира или еще каком-нибудь контенте, они рассказывают про какую-то там японскую команду, которая связана с ефутбол. И все это настолько абсурдно, что аж смешно, если бы не было так обидно. Потому что ранее упомянутый анонс, в котором нам обещали рассказать о том, о чем не рассказывали ранее, судя по всему и отсылает нас к этой японской команде, ко всей этой кучке японцев, которые выступали на сцене перед игроками. Возможно такой контент для японской аудитории еще вполне приемлем, но для нас, для европейской, для южноамериканской аудитории этот контент абсолютно непонятен и в целом он по сути обесценивается. И у некоторых людей вполне может возникнуть резонный вопрос, а чего вы вообще ожидали от Konami, как будто вы забыли про их репутацию. Да, это правда, учитывая сколько раз нас обламывали Konami, этого стоило ожидать. Но как я уже говорил в комментариях в группе ВКонтакте, я в целом какой позиции придерживаюсь, мы ожидаем не от лучшей жизни. Мы ждем хоть каких-нибудь новостей, потому что надеемся, что над игрой работают, мы хотим увидеть хоть какие-то изменения, мы хотим увидеть, что Konami понимает, что мы в целом игрой не сильно довольны и они понимают слабые стороны данного проекта, а поэтому на подобных игровых выставках они бы могли показать, что ребята, мы работаем, мы исправляем, контент будет. Да и в целом, модель, которой они придерживаются, модели Free2Play, она обязывает разработчиков постоянно держать игроков в курсе. Не просто делиться каким-то там рандомным контентом в Твиттере, а банально анонсировать, что будет, грубо говоря, на этой неделе или в целом в этом месяце, что будет в следующих обновлениях, а не просто кидать уведомления в Твиттере о том, что вот в октябре обновление, сидите, ждите. Это так не работает. А поэтому и упрекать игроков в том, что они хотят хоть какой-нибудь информации о будущих обновлениях, это не совсем правильно, как по мне. Да и в целом, давайте снова обратимся к Ефутболу, у нее просто множество проблем. Я сейчас не говорю про Гандика, забудем про него, я не говорю про читеров. Банальные сервера, потому что вспомните эти палки при поиске игроков, вспомните сколько вообще вы ищете игроков по времени, вспомните свой коннект, который напоминает зачастую болото. Да то же самое меню игры, которое лагает непонятно от чего. То ли из-за плохой оптимизации, то ли оно работает за счет интернета, за счет тех же самых серверов, которые работают по сути неисправно. Некоторые игроки даже не могут сыграть полноценный матч, их просто выкидывают во время игры, и так происходит на протяжении нескольких матчей. Но нет, вместо того, что вы хотите что-нибудь пообещать игрокам, показать, что мы над этим работаем, мы это исправляем, давайте представим какую-нибудь японскую команду на сцене. Ведь в рамках игровой выставки игроки только и ждут подобного контента. Итак, какой же вывод стоит сделать из данной ситуации? А такое, что выступление Konami на тех или иных выставках не стоит расценивать как потенциальные анонсы, потому что все-таки этой студии легче сделать анонс просто посреди недели, никак не подготовив почву и в целом комьюнити для этого. И в принципе у меня на этом все, в комментариях я буду ждать ваше мнение, не забывайте поддерживать это видео своей активностью в виде лайков, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, ну и про наши соцсети тоже не забывайте. Все, я благодарю всех за просмотр, желаю вам всем удачи, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok